Более 3000 инфицированных, свыше 80 летальных случаев. Под надзором медиков около 4000 человек. Это свежие данные о заболевших опасной пневмонией в Китае. Так как в Одессе большая китайская диаспора, врачи предполагают риски его распространения и в нашем городе. Распознать вирус практически невозможно. В случае появления подозрений пациента проверят на грипп, затем на ОРВИ. Если оба результата отрицательны, материалы исследований направят за границу. Материал будет на сегодняшний день отправляться из Одессы в Киев в референс-лабораторию Центра громадского здоровья. А дальше Центр громадского здоровья направляют для исследования в Лондон. Но такие исследования проводятся в период где-то от двух до трех недель. А если диагноз подтвердится, пациента поместят в специальные боксированные отделения, если, конечно, не будет слишком поздно. Новое боксированное отделение, которое предназначено для госпитализации пациентов с капельной группой инфекции особо опасных, рассчитано на 65 коек. Поэтому там 20 боксов. Лечить будут обычными противовирусными препаратами, так как вакцины от нового коронавируса не существует. Чтобы своевременно противостоять распространению недуга, в городе хотят усилить контроль в аэропорту и на ЖД-вокзале, а также в больницах и в поликлиниках. К счастью, из Одессы нет прямых рейсов в Поднебесную. Все пассажиры прилетают в Борисполь. Там они проходят проверку с помощью специальных приборов. Медики даже не исключают распространение вируса и посредством товаров, которые украинцы заказывают на китайских сайтах. Досмотр багажа проводится. Но досмотреть его на наличие вируса невозможно. Но паниковать украинцам не стоит. В Киеве подтвердили случай инфицирования коронавирусом, но не китайским. В Одессе пока все спокойно. Правда, несколько подозрений все же было. Были только три подозрения. Два уже сделали лабораторную диагностику, это еще в Киеве, и отвергли. Один еще проходит лабораторное обстеживание. И если носителей китайского вируса в регионе нет, то количество заболевших гриппом и ОРВИ стремительно растет. Только за последнюю неделю уровень заболеваемости вырос в среднем на 30%. В основном грипп и ОРВИ цепляется к детям до 14 лет. Чтобы заболевших не становилось больше, одесские чиновники приняли решение со вторника ввести карантин во всех школах Одессы. Ситуация превысила уже нормы допустимые, поэтому мы склоняемся к тому, чтобы объявить общегородской такой карантин, а не отдать это на усмотрение директорам школ. Медики говорят, что в некоторых больницах открывают дополнительные отделения, но мест для всех все равно не хватает. Заболевших детей в стационары обращалось по 35-40 человек. В связи с этим, конечно, все койки в стационарных отделениях уже заняты. Если ребенок заболел ОРВИ или гриппом группы А, медики советуют лечиться дома, но четко следовать всем указаниям врача. Сейчас персонал детских поликлиник работает круглосуточно 7 дней в неделю. Григорий Блайден, Арина Щеглова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».